В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В управлении МВД России по Ленинскому городскому округу подвели итоги работы за прошлый год. Наше с вами взаимодействие, по моему мнению, оно, ну скажем так, безупречно. Осторожно, сосульки! На смену морозам в Видное пришла оттепель. Опасно! Долбанет, так не встанешь. В Развилковской детской школе искусств прошел концерт «Рождественские встречи». Это не экзамен, это не прослушивание, это просто их яркое участие в концертном действии. В управлении МВД России по Ленинскому городскому округу прошло оперативное совещание, в ходе которого были подведены итоги работы за 2021 год. Помимо личного состава, у МВД на совещании присутствовал заместитель главы администрации Ленинского округа Эдуарда Радушкин, в ведении которого находятся вопросы территориальной и общественной безопасности. Обращаясь к полицейским с приветственным словом, он высоко оценил работу правоохранителей по итогам прошедшего года. Наше с вами взаимодействие, по моему мнению, оно, ну скажем так, безупречно. И хотел бы в этой части высказать вам свою благодарность и от лица Алексея Петровича Спасского сказать большое спасибо за ту работу, которую вы совместно с администрацией проделываете. А работа – это безопасность наших жителей в широком формате этого слова. Спасибо вам большое. Началось совещание с награждения сотрудников у МВД, достигших высоких результатов в работе и за успешное выполнение задач повышенной сложности. Им вручили благодарственные письма и грамоты главы Ленинского округа. Два сотрудника получили из рук Эдуарда Радушкина сертификаты на предоставление служебных квартир. Также сотрудникам у МВД были вручены ведомственные награды и подарки. Наши жители написали благодарственное письмо и попросили наградить ряд сотрудников за оперативное реагирование на то преступление, которое было, оперативное раскрытие, возбуждение. Ну и, соответственно, до конечного результата осталось чуть-чуть. Поздравляю. Далее правоохранители подвели итоги работы органов внутренних дел за прошлый год и определили задачи по разным направлениям оперативно-служебной деятельности на 2022 год. Сильные морозы сменились резким потеплением и весь снег стал стремительно таять. Вместе с ним потекли и образовавшиеся за всю зиму сосульки. Проблема в Видном стабильная. Ситуация с года в год не меняется. Коммунальщики ледяные наросты игнорируют. По многочисленным жалобам жителей, наш корреспондент Юлия Погасьян прошлась по улицам города, чтобы воочию убедиться в проблеме. Зима – пора удивительных природных явлений. Одно из них – сосульки, но вместе с красотой они несут и опасность в то время, когда начинают свисать с крыш домов. Каждый год одно и то же. Сосульки появляются, коммунальщики по той или иной причине их не сбивают. Видно на Пионерском переулке сосульки похожи на целые водопады, просто такие водяные красивые глыбы. А сейчас, когда в московском регионе началась оттепель, сосульки, конечно, начнут таять и падать. Разумеется, это представляет опасность для местных жителей и гостей. И, в общем-то, я видел пару случаев сбития сосульок в прошлом году. Но в этом году все отдыхают. Новогодние праздники только закончились. Эти сосульки убирались раньше, приходили штырями сбивали и все. Или мы сами как-то через окошко, форчик швабры. Но в этот раз почему-то запустили они. Не знаем почему. А так, в принципе, работала какая-то служба от ЖКХ или кого-либо сбивали. Но это упущение, да. И такая ситуация не только на Пионерском переулке. Вся историческая часть города, видная, где находятся малоэтажные постройки, обвешана сосульками. Упадет – мало не покажется. Ничего не убирает и не чистит. У нас вот дом 12, а напротив, со двора, вот такие. Опасно. Долбанет, так не встанешь. Считывая, что мы с коляской ходим, все равно под домами, да, страшно опасно. Так что, если будете сбивать – сбивайте. На некоторых крышах сосулек уже нет. Упали ли они сами, убрали ли их коммунальщики. А, скорее всего, сами жители. Открывают окна и тяжелыми предметами сбиваются сульки. Ведь, как говорится, ложка хороша. К обеду. По району дежурили Юлия Погосяна, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Подарить новую жизнь старым компакт-дискам и превратить их в веселые игрушки-подвески решили в Видновской центральной библиотеке. Такие мастер-классы не только помогают развить воображение и фантазию, но и учат бережному отношению к природе и экологии. Вазы из бутылок, плед из старых джинсов и подставки для карандашей из жестяных банок. Во всем мире набирает популярность апсайклинг – вторичное использование ненужных вещей, которые должны были отправиться на свалку. Не отстает от мировых трендов и центральная библиотека. У каждого у нас остались диски, которые мы когда-то слушали или смотрели, или играли в игры, неважно. И теперь можно сделать так, чтобы из них, ну, их не просто выкинуть, да, а сделать из них какое-нибудь изделие. Мы сделаем несколько персонажей из этого прекрасного мультика «Смешарики». Для работы понадобятся старые компакт-диски, цветная бумага и картон, клей, двусторонний скотч и ножницы. Такие игрушки-подвески под силу сделать даже дошкаленку. Главное – соблюдать последовательность в работе. Приклепила ножки к диску. А потом? Точки. И прическу потом, да? Пятилетняя Ева вместе с мамой Мариной Черновой на мастер-классе в библиотеке впервые. Но заверили – так понравилось, что будут стараться ходить регулярно. Даже бы не подумала, наверное, что можно какие-то игрушки делать. Но сейчас взяла на вооружение. Очень интересный мастер-класс. Дома наверняка еще остались или выкинули все? Нет, дома есть. Попробуем дома тоже воплотить эту идею в жизнь. А вот Влад Чевелев – постоянный участник мастер-класса в библиотеке. Мне нравятся смешарики, поэтому я и решила, собственно, персонаж сделать. Сложно было, легко, как вот мастер-класс? Ну, в принципе, легко. Легко, да? Главное – понять суть. Каждый участник мастер-класса успел сделать по два-три любимых героя мультика, чтобы потом можно было разыграть маленький спектакль. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Концерт «Рождественские встречи» прошел в Развилковской детской школе искусств. Уже восемь лет подряд в канун Старого Нового года ее ученики радуют зрителей своими талантами. Екатерина Коваленко аплодировала юным звездочкам. Зажигательным выступлением квартета преподавателей открылись «Рождественские встречи» в Развилковской детской школе искусств. Этой славной традиции уже восемь лет. Поучаствовать в концерте – большое удовольствие и педагогам, и ученикам, для которых это отличный творческий импульс на их пути к музыкальному Олимпу. Концерт «Рождественские встречи» – это дополнительная нагрузка для каждого ребенка, это их самостоятельная работа, и это не экзамен, это не прослушивание, это просто их яркое участие в концертном действии. Высокую планку мастерского исполнения воспитанники школы искусств поддерживали на протяжении всего концерта. Юные звездочки сияли ярко, ребята танцевали, пели и, конечно, дарили душевную музыку. Десятилетний Александр Сергеев покорил зал своей виртуозной игрой на домре. Инструмент этот непростой, но и исполнитель с характером. Волнение он попорол. Я постоянно собираюсь и стараюсь не думать ни о чем другом. Хотя это выходит очень трудно. Хочешь стать музыкантом? Я еще не уверена насчет профессии. Я не буду ничего говорить. Жизнь непредсказуема. Всего в программе 10 номеров. Свои таланты показали более 50 ребят, среди которых воспитанники всех четырех отделений дышей. Хореографического, музыкального, изобразительного, а также театрального искусства. Оно появилось в развилке два года назад. И сегодня юные артисты представили спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Исполнители главных ролей Оксаны и Вакулы, Надежда Мордакина и Алексей Жигур вспоминают, что кастинг они прошли легко, а потом были долгие месяцы репетиций и прогонов. Нам дали роли учить где-то летом еще. И мы учили, и начали с сентября все это ставить. Кстати, только сначала нашу сцену в хате Чуба, но потом уже всем дали весь сценарий, и все начали учить это где-то уже с октября. Спектакль был великолепно принят зрителями. Всему творческому коллективу удалось передать сказочную атмосферу этого светлого праздника. А некоторые артисты особо запомнились и уже приобрели своих поклонников. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.